Привет, друзья! Наступил очередной день, очередное кормление кур. И сегодня они немного меня порадовали. Стали нестись намного лучше. Вот смотрите, сколько у нас на сегодня яичек. И одно из них, двухжелтковые. Вот такое огромное. Наверное, грамм 90. Такие у меня уже были. А так все по-прежнему. Вот курочка покушала, решила пойти понестись. Моя зайка. Моя зайка. Вот такая. Телефон переполнен. Камера снимает с перебоями. Все кушают натуральную пищу. Я много раз показывала, как я это делаю, как я варю рыбу, как я запариваю зерно. Сейчас я еще и замачиваю зерно. Вот завтра, наверное, покажу. А вот даже и сейчас покажу. Показываю, как выглядит корм. В общем-то, я не собиралась снимать. И как-то все это спонтанно увидела. Большое яйцо решила снять. Вот как выглядит корм. Вот эти две курочки, они еще не съели. Вернее, курочка с петушком. Видите, тут зерно и мелкие фракции. Мелкие фракции это молотая тройчатка. Также молотый корм. Перепеленный. Я его купила для перепелов, но мне не понравился. Поэтому я добавляю сейчас куром. Также здесь рыба. Вареная, измельченная. Все это перемешано. Здесь есть еще отруби немного. И витамины. И рыбий жир, витамины я добавила. Серу добавила. И ракушка. Вот так выглядит их корм. Они уже все съели. Вот это и есть домашнее яйцо, когда куры едят пищу натуральную, а не комбикорм. Дорогие мои друзья. А полезное яйцо только то, которое от кур, которые едят хороший, полезный, натуральный корм. Курочка пришла нестись. Сейчас я заберу яйца, чтобы у них не было соблазна их кушать самим. И курочка, которая меня перебивает, сядет наконец-то в гнездышко. Гнездышко, моя зайка. Сегодняшний день продолжается. Вот мы зашли в перепилятник. Это первая часть нашей новой клетки. Как вы знаете, я вам, по-моему, рассказывала, что мы купили еще новую клетку. Вот часть клетки у меня находится в доме. Там еще сидят цыплята, которым нет месяца. Перепилята. А здесь вот у меня мальчики. Здесь мальчики нескольких пород. Это серый фараон, силадон и несколько тихасиков. Просто для того, чтобы отделить мальчиков от девочек, я сделала вот такую клетку. Потом буду решать, кого остаюсь на племя, кого нет. А здесь у меня девочки силадон. Серые серебристые фараоны. И тоже несколько тихасиков девочек. Потому что надо всех срочно пересаживать, формировать семьи. Ну, хотя бы по породам рассадить. Просто серых фараонов у меня очень мало. Их было всего 13 штук. И вот девочек 3, 6, 7, 7. По-моему, 7. И остальные, значит, 6. Это мальчики. Они вот у меня там всей кучей наверху. А вот наша первая бэушная клетка, где сидят. Две клетки техасиков. Они самые старшие. И фениксы старые, которые у меня в основном несутся. Как я тут разобрала, вроде бы тут один мальчик. А может быть и больше. Но пока, мне кажется, один. Вот они еще несутся. Я их пока убирать не собираюсь. Потому что яйцо у меня хорошо потребляется собаками, соседями и нами. И нашей семьей. Вот это тоже молодые техасики. И вот здесь у меня сборная клеточка. Здесь сидят старенькие фараоны, старенькие техасики, девочки и мальчики. Вот мальчиков я отсюда уберу и посажу сюда молодых мальчиков. Вот видите, какая девочка, но совсем лысая. Мальчиков надо срочно отсюда убирать, иначе девочек совсем уже затоптали. Ну вот так вот клетки, эти клетки немного больше на 10 сантиметров. Вот эта старая клетка, она больше, длиннее. Муж будет делать клетки для передержки молодняка без яйцеприемника. Он сегодня уже закупает сетку. Конечно, она будет не такая красивая, но мы сделаем ее по аналогии, чтобы уже поставить сюда две недостающие клетки и пересадить сюда из дома перепелов, которым уже почти месяц. А через несколько дней у меня будет вывод цыплят помешных. Я тоже буду это вам снимать и все покажу. Посмотрю по записям, сколько было неоплода и что родится, потому что у меня будут поместные адлерские с пушкинскими. Друзья мои, мои первые голубые яйца филадонов. Это уже пятая, по-моему, вчера было три. Позавчера не было, позавчера было, по-моему, два. Да, шестое, значит. Мелкие, мелкие. Ничего не могу сказать про это. Видите, Техасы или серые фараоны, такое яичко и вот такое мелкое селадончика. Вот видите, какие мелкие. Но мы надеемся, что они будут потом крупнее. Вот такие у нас сегодня дела. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите мой канал. Ходят ко мне на канал, пишут мне комментарии, не оставляют меня своим вниманием. Так что теперь я тоже популярная и очень-очень рада, что ко мне ходят в гости подписчики моих оппонентов. Ну, на этом я с вами сегодня прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, что приходите, смотрите мой канал и не пропускаете рекламу. Пока-пока. Друзья, я здесь хотела уже с вами попрощаться, уже попрощалась в перепелятнике, но зашла в курятник, там еще одно яйцо смесли. Вот показываю сегодня до обеда 9 яиц. Одно, двухжелтковое 100%. А еще мне понравилось, как гуляют мои курочки. Сейчас я вам тоже это покажу. Вот не сняла был такой прекрасный кадр, как танцевал Пушкинский. Вот видите, там на заднем плане, вот он, он выхаживает. Вот он, вот он какой. И вы знаете, я ведь его чуть в суп не отправила. У меня приоритет был, чтобы гребешки были розочкой, розовидные. А у этого листовидный. Так вот он сбежал из клетки, где сидели на откорме петушки. Ну, а куда деваться? Такова жизнь. Так вот он, посмотрите, и получается, что доминантный петух получился. Очень даже красивый и очень даже интересное поведение. А вот этот вот, который возле него, этот тоже сбежал. То есть он не один сбежал, а два было адлерских. Но одного все равно мы поймали и съели, потому что нам, ну, перебор по петухам. У меня три пушкинских петуха и три адлерских петуха. Друзья мои, для себя хотела взвешивать это яйцо. Оно 97 грамм. Вот такое яйцо. Наверное, двухжелтковое. Так вот, мои петушки в количестве шести штук здесь, значит, обихаживают своих девочек. Потому что сегодня прекрасная погода. Солнца нет, но и не холодно. Ноль ветра нет. Вот так вот сегодня гуляют мои курочки. Да, я думаю, что это не самое полезное сейчас для них по мокрой земле гулять. Ну, что делать? Закрыть я их тоже не могу. Они привыкли, они хотят выгу. Люблю наблюдать за курами. Они меня всегда удивляют своим поведением. Концерт по заявкам. Прям вообще. Давно такого не было. Как-то что-то происходит. Может, они чувствуют, что весна пришла. А на самом деле еще и зима не началась. На этом, дорогие друзья, буду с вами сегодня прощаться. Спасибо, что смотрите мой канал. И не пропускаете рекламу. Пока-пока.